В эфире радио «Свобода» программа «Лицом к событию» микрофона Михаил Соколов. Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров остается одним из самых непримиримых критиков режима Владимира Путина. Свою позицию «Как бороться с диктатурой» Гарри Каспаров высказал на прошедшем 9-10 ноября в Вильнюсе в 8-м форуме «Свободной России». Но в своих интервью он постоянно ссылался на то, что десятки российских правозащитников потребовали от него, а какие-то эмигранты там, они в общем-то выступают против этого. То есть постоянно в нашей работе за рубежом, когда мы пытаемся требовать более жестких санкций, когда требуем принятия списка Магнитского, когда требуем санкций за оккупацию Украины и войну на Донбассе, постоянно всплывает тот факт, что на самом деле есть же многие представители российской оппозиции, правозащиты, уважаемые люди, которые говорят, что не надо так жестко обращаться с Путиным. И это создает действительно колоссальную проблему. А что я могу возразить? Я почти 7 лет живу за пределами России не потому, что это был мой сознательный выбор, у меня не было другого выхода. И мне кажется, что сегодня просто мы должны понимать, что изменения в России действительно, они назрели. То есть я полно согласен с Евгением Чериковой, что процессы, как бы они такие спонтанные процессы пошли. Протест в самых разных формах набирает обороты, но этот протест никогда не добьется цели, пока центральная власть не потерпит геополитического поражения. И это Путин хорошо понимает. Любые протесты можно будет купировать, у них достаточно денег, у них достаточно силового ресурса. Кроме одного, если путинская неуязвимость, которая постоянно демонстрируется на международной арене, если она не будет подорвана. А это не случится, пока мы не выступим единым фронтом, пока мы не сумеем перебить вот этих пораженческих настроений, которые постоянно подогреваются рассказами о том, что вообще-то надо, конечно, искать способы мирного трансформации режима. Никогда коммунистический ГБ-режим мирно не трансформировался, только от внешнего и внутреннего давления. Когда противостоишь диктатуре, моральная позиция, она все равно является ключевой. Метастазы вот этого кремлевской экспансии, такой гибридной войны, они проникли везде уже. И это во многом, как я согласен, это, конечно, и наша вина тоже. Но при этом надо понимать, что вот эта половинчатость позиции внутри России, она позволяет западному истеблишменту реагировать как-то на свое общественное мнение, говоря о том, что все на самом деле не так ясно. Путинский режим гибридный. Какой гибридный режим? И говоря про то, что упущены были возможности, в 12-13 году администрация Обамы упустила шанс действительно задушить режим. Уберите осаду, откройте дорогу к катарскому газу в Европу, и сегодня Газпром был бы банкротом. Это не было сделано. Сегодня на Ближнем Востоке доминирует снова Путин. Путинская сила в слабости Запада. Это всегда было. Пока Запад был слаб, диктаторы поднимались. В 30-е годы тоже можно было бы на раннем этапе задушить Гитлера. Никто это не хотел, потому что это требовало применения насилия. Ну понятно, что в 36-м году это было легче сделать, чем в 37-м и так далее. И так далее по списку. Сейчас мы видим ту же самую ситуацию. И любые уступки, любая пассивность, любое оправдание режима, любая внешнеполитическая победа Путина делает цену за избавление этого режима, гораздо более высокой. У микрофона Михаил Соколов. Это было выступление Гарри Каспарова на форуме «Свободная Россия» в Вильнюсе. Сооснователь форума «Свободная Россия» Гарик Каспаров дал интервью «Радио Свобода». Гарик, считаете ли вы главным политическим событием 2019 года протесты в Москве, ну и последствия этих протестов, все связанное с московскими войсками? Безусловно, московские протесты лета 2019 года, они были событием совершенно неординарным. И учитывая довольно унылый пейзаж сегодня российской политической жизни, его очевидную предсказуемость, конечно, это было событие из ряда вон выходящее и меняющее вообще многие наши представления о том, как может дальше развиваться общественная политическая жизнь в нашей стране. Ну, как всегда, такие протесты происходят внезапно. Многие вспоминали, что протесты в конце 2011-го, начале 2012-го годов тоже вспыхнули, ну не на ровном месте, но все равно их масштаб, конечно, поразил даже организаторов. Главным организатором тогда была российская солидарность, ее московское отделение. И тогда вот масштаб выступлений, конечно, поразил всех. Но 8 лет назад в России все-таки еще были какие-то организованные политические силы, готовые, в общем-то, к тому, чтобы бросать вызов системе. Конечно, возможности все-таки были ограничены. Система уже как бы ощерила с штыками, можно сказать. И поэтому во многом судьба этих протестов была предопределена. Все-таки они носили достаточно локальный характер. Охватили они, в первую очередь, конечно, Москву, в какой-то мере, наверное, Петербург, но в первую очередь это была Москва. В общем, остальная Россия отнеслась к этому достаточно прохладно. Сейчас ситуация поменялась, потому что московский протест, он в какой-то мере стал кульминацией вообще всероссийских протестов. Разбросанных, организованных силой местных активистов и во многом спровоцированных местными событиями. То есть у этого протеста до конца лета, начала осени 2019 года не было общей национальной повестки. Даже в Москве московские события связаны были с локальным политическим событием, с выборами Мосгордумы. Но понятно было, что вот такой всплеск негодования и готовность людей уже нового поколения выходить на улицу говорили о том, что точка кипения приближается. То есть люди довольно бурно реагируют на ущемление их прав. Неважно, права это политические, экономические, экологические. И поэтому можно считать, что вот это была такая генеральная репетиция. Или по крайней мере одна из ключевых репетиций того, как могут дальше развиваться события в России. Я повторюсь, что самым важным является отсутствие как бы реального центра организации. И это, пожалуй, самый тревожный сигнал для путинского режима, потому что традиционно власть всегда умела маневрировать, находя уязвимые точки в рядах оппозиции. И как бы протест гасился во многом еще из-за невозможности договориться разных политических сил. Здесь непонятно, где является, или какая часть этого протеста является вот той самой ключевой точкой притяжения. И поэтому, если события будут развиваться по этому сценарию дальше, то власть придет столкнуться с нарастанием массовых протестов по стране. И любое какое событие, даже столь незначительное, как выборы в Москве по большому счету, может спровоцировать большой социально-политический взрыв. Вы на форуме высказались достаточно скептически по поводу умного голосования Алексея Навального. Почему? На форуме я призывал всех перестать теоретизировать, не вести бесплодных споров, а все-таки анализировать итоги собственной деятельности. У меня есть как бы собственный жизненный опыт, кроме того, есть еще опыт нашей политической борьбы. Я хочу напомнить, что Объединенный гражданский фронт, который я создавал с коллегами, начал свою деятельность в 2005 году. Многие вещи из того, что мы делали и о чем мы писали в 2005, 2006, 2007 году, продолжают оставаться актуальными сегодня. Когда в 2006 году в документах гражданского фронта прозвучала впервые так отчетливая мысль, что власть в России на выборах не сменится, ну, над нами смеялись, в общем-то, в лучшем случае, а в худшем просто показывали пальцы, называли опасными радикалами, которые не понимают как бы эволюционного процесса, который происходит в российской власти. Время показало, что мы были абсолютно правы, и сейчас как бы это уже никого этим не удивит. На выборах власть не меняется, причем не только уже верховная власть, но и, в общем, и на местах власть приспособилась к тому, чтобы использовать имитационные выборные процедуры для подтверждения собственной легитимности. Умное голосование, если говорить об его итогах, они, мне кажется, подтвердили то, о чем предупреждали скептики, вроде меня. Причем, что интересно, даже по вопросам, которые задавали на форуме, видно было, что происходит некоторая аберрация сознания. То есть люди связывают умное голосование, как-то вот у них начала такая цепочка складывалась в голове, с московскими протестами, хотя протестовали вообще не об этом. 27 июля люди выходили не для того, чтобы получить право голосовать за меньший из зол, за вот тех кандидатов, которых назовет Алексей Навальный и ФБК, а за то, чтобы вообще иметь право выбирать, кого они хотят. То есть протесты спровоцированы были наглым поведением властей, которые просто выкидывали неугодных кандидатов из списка. То есть речь шла вообще о борьбе граждан за свое право выбирать своих представителей. Вы хотите сказать, что личности не имеют значения, там, не знаю, кто там, Соболь, Навальный или другие люди, что люди, они боролись не за конкретных кандидатов? Нет, я не уверен, что все, кто выходил на улицу, знали именно всех конкретных кандидатов. Может быть, там знали фамилию, ну, Навального в списках не было, может быть, они знали фамилию Соболь, потому что, как бы, у нее там была достаточно большая реклама, но я думаю, что там фамилию Галямина, например, там назовала бы далеко не каждый. То есть совершенно очевидно, что, вот опять, это общее недовольство ситуации. В какой-то мере, я повторяю, это повторение событий, ну, или такой ремейк событий 2011 года, но в гораздо более опасном для власти варианте, потому что здесь вообще не было никакой организованной силы, вот, вроде «Московской солидарности» и вот тех наработок конца, как бы, вот первого десятилетия, вот, там, девятого-десятого годов, когда разные политические силы объединялись. То есть вот, все-таки тогда был, вот, был такой центр, то есть был опыт марша несогласных. То есть в 2011-2012 году это была кульминация какого-то этапа политической борьбы. Сейчас это все, мне кажется, стало результатом просто того, что появилось новое поколение людей, молодых граждан, для которых ситуация в стране неприемлема. И вот такое наглое совершенно попрание их вообще прав выбирать, кого они хотят, при том, что я не уверен, что многие из них вообще пошли бы на выборы. Но вот сам факт вот этого спровоцировал эти события. Умное голосование, на самом деле, появляется потом уже. Об умном голосовании Навальный будет писать, если мне не изменяет память, из тюрьмы уже. Оттуда он будет писать о том, что так как ничего не получилось, давайте теперь в качестве меньшего изол выберем умное голосование, потому что тогда мы подарим монополию «Единой России». В моей прошлой профессиональной жизни, в общем-то, я привык анализировать результаты своих ходов, которые я делал в своей партии, и извлекать уроки из ошибок. Совершенно очевидно, что повторение в 2019 году той же мантры, которая в 2011 году принесла Навальному популярность, голосуй за любую партию, кроме «Единой России», это было, ну, по меньшей мере, наивным, в общем, я бы сказал, таким политическим упрямством, отстаиванием собственной линии, хотя в 2011 году стало очевидно, что ни коммунисты, ни эсеры ни в каком варианте стать оппозицией не могут просто, в силу того, что там и Зюганов, и Миронов являются такими же частями системы, как и все остальные политики, которые допущены к участию в выборах на всех уровнях. И, мне кажется, эта неудача протеста во многом была бы условлена тем, что у него, скажем, если сравнивать, скажем, с украинскими событиями, не было вообще никакой поддержки в политизированном классе. А сегодня, ну, в 2019 году, повторение вот этого совершенно тезиса, оно привело вообще к совершенно уродливым результатам, потому что, ну, уже голосовать приходилось людям, которые верили Навальному и шли, как говорится, вот голосовать по формуле нового голосования, но за полных уродов и отморозков. То есть, ну, им бы в голову не пришло там голосовать за Губенко, например. То есть, и итогом голосования, ну, вот мы видим, что произошло. В Московской городской думе... — Но есть группа депутатов, которые критикуют Собянина, коррупцию разоблачают. — Так, секундочку, ну, я думаю, что, ну, как бы, Яблочников там совсем там... Кот наплакал, да, в принципе. Ну, опять, партия Яблоко, я напоминаю, все-таки находится на госфинансировании. То есть, надо всегда помнить, в общем-то, что оппозиционность Юлинского всегда имела достаточно ограниченные рамки. Но главное другое. Дело в том, что все же в этой жизни, как бы, ну, все политические события, они, как бы, имеют конечный результат, и его можно оценивать именно по, как бы, общему, по... ну, как бы, общий итог такой. Совершенно очевидно, что кампания 2019 года оказалась, я могу сказать, политическим там большим успехом Кириенко. Потому что «Единая Россия» входила в эту... Я не хочу говорить, что это избирательная кампания, потому что это, как бы, ну, мне претит само, в общем, самоиспользование слов, связанных с выборами, к тому действу балаганному, которое в России называется выборами. И, тем не менее, «Единая Россия», в общем-то, выглядела, скажем так, очень-очень грустно. Ее перспективы выглядели крайне-крайне туманной и печальной. Тем не менее, сокрушительные победы во всех регионах, ну, и, что очень важно, московские события полностью затянили чудовищные фальсификации в Петербурге, где надо было протащить губернатора Беглова. Понятно, что, в общем, власть готова была идти на любые фальсификации, но парадокс в том, что Москва и московский протест, и потом вот этот дебат вокруг умного голосования полностью закрыли питерскую тему, они просто ее убрали на обочину. А это, конечно, для власти было самое главное. Но если ценой стало появление там нескольких вполне, как говорится, себе там вменяемых с точки зрения власти яблочников, а также появление там большего количества коммунистов или эсеров, опять, кого это интересует? Бюджет приняли без всяких проблем, Собянин себя чувствует нормально, может быть, какие-то люди в Кремле вообще считают, что их хорошо было немножко Собянина пощипать, это их личные разборки. Никакого отношения к изменению политического баланса в стране это все не имеет. Но вот итогом зато стал слитый протест. Протест-то завершился. Он неожиданно вдруг ушел в хлопок. Ну, то, что мы говорим о нескольких депутатах, которые довольно робко, скажем, критикуют коррупцию, пока я не видел там действительно бунта, который бы там заставил бы там московскую власть открывать бюджеты и разоблачать там по-настоящему чудовищный масштаб коррупции. То есть, в принципе, я говорю, власть вышла из этого кризиса в полном шоколаде. Ну, и кроме того, не будем забывать, началось московское дело, которое уже сегодня по масштабу превосходит болотное. То есть, много молодых ребят пошло в тюрьму. За что? Что в итоге изменилось в политическом ландшафте страны? И что, между прочим, организатор моего голосования готовы делать, чтобы этим людям помогать? Потому что власть-то на самом деле продолжает свою, в общем-то, уже многолетнюю практику как бы точечных репрессий. Они стали не совсем уже точечными, но тем не менее, это все равно не массовые репрессии. И мне кажется, довольно показательно, что несмотря на такую вот, ну, внешнюю, ну, как бы, несистемность арестов, ну, вот, брали там, этих, этих, этих. По видео смотрели, да? Не только по видео, мне кажется, все равно арестованных, арестованных людей и молодых людей объединяет, в общем-то, не только возраст, но, мне кажется, еще, в общем, это вот то поколение, как бы, ну, которое вот сейчас там вошло в жизнь, и большинство из них, если верить, как бы, вот, доступной информации, это, это молодые люди с хорошим образованием, как бы, то есть, в общем, имеющие в нормальном обществе прекрасные перспективы. То есть, мне кажется, что вот этот очень такой продуманный сигнал власти, вот, я думаю, что опять, хотя смотрели видео, но тем не менее, как говорится, сигнал идет именно в эту, в эту аудиторию. Не нравится? Уезжайте. Ну, чтобы на улице вас больше не было. Понимая, откуда идет именно реальная угроза вот той самой, как говорится, путинской, кладбищенской стабильности. Ну, вот этим репрессиям, все-таки, в России сейчас, на ваш взгляд, кто-то способен противостоять. Кстати говоря, ФБК, между прочим, тоже под ударом, собственно, и на них уголовное дело, там, аресты счетов и так далее. То есть, получается, что после этих московских протестов следующий этап – это очередной разгром оппозиционных структур, и, кстати говоря, и правозащитники тоже находятся под мечом репрессии. Ну, я бы все-таки повторяю, не сравнил бы аресты счетов и аресты людей. Тем более, что, как бы, деятельность ФБК не прекратилась, как бы, Навальный Лайф работает. То есть, как бы, на самом деле, в РСУ довольно очевидная картина, как бы, действия властей. То есть, то, что власть не контролирует, ликвидируется. Вот там, где власть подозревает малейшую, неконтролируемую кромуну, применяются самые жесткие меры. Ясно, что, как бы, вот, что, там, атака на правозащитников, она вообще связана с тем, что не все из них готовы были смириться с новыми правилами игры, там. То есть, что когда уже вполне себе стерильного, там, служивого Федотова заменяют на просто полного-полного, уже там, там, цепного пса, там, Фадзеева. То есть, и видно, что вот уже вот то пространство, в котором функционировали так называемые системные либералы и правозащитники готовы идти на компромиссы с Кремлем, это пространство, ну, оно как шалгреневая кожа сужается. Вот, и те организации, скажем, как организация Льва Пономарева, ну, уж вполне себе, как бы, на мой взгляд, была сервильная организация, готовая там, значит, взаимодействовать и с Москальковым, и с Федотовым. Понимая его логику, не согласились, но понимаю логику Льва Александровича, что надо вырывать каких-то людей было. Вот, при том, что я считаю, что, как бы, в общем масштабе эта деятельность, в общем-то, помогала Кремлю, как бы, очищать собственный образ за рубежом. Тем не менее, даже вот для этих групп, в общем, уже не находится места в сегодняшнем, в сегодняшнем политическом раскладе в России. Вот, а ФБК продолжает действовать, между прочим. Вот, и поэтому я говорю, не надо все-таки, вот, есть внешние какие-то действия, а есть вот реальные результаты. Реальные результаты – это разгромы, действительно, многих правозащитных организаций, переводы там в разряд иностранных агентов, скажем, как там, мемориал, вот, и настоящие аресты, вот, и реальные уголовные дела, реальные сроки. Вот, все-таки, при всем, как говорится, там, как бы, ну, понимании, там, того, что там масштабные штрафы, которые сейчас там накладываются, там, на ФБК и на других организаторов этих событий, в общем, это все равно штрафы. То есть, как бы, путинская Россия, в общем, в путинской России довольно четко есть понимание того, что, когда власть считает, что возникает минимальная угроза, в общем-то, именно выхода протеста из-под контроля, применяются меры гораздо более жесткие, чем штрафы. Правильно ли я вас понимаю, что по-прежнему вы находитесь на позициях, что главная угроза для Путина – это Запад, и нужно, как бы, ждать или приближать геополитическое поражение путинского режима? Ну, моя позиция не менялась, она базируется как и на собственном опыте, так и на историческом опыте. Диктатуры, которые достигают такого уровня развития, ну, можно так же сказать, или такого уровня деградации общества, как путинское, они уже изнутри не ломаются, потому что установлена довольно, как говорится, жесткая иерархия контроля за не только общественно-политической, но и экономической жизнью в стране. То есть мы имеем по существу разветвленное мафиозное государство, в котором практически все ресурсы экономические находятся в руках кланов, так или иначе связанных с Путиным. Это вообще принципиально новая модель, она сильно отличается от советской. Во-первых, отсутствием идеологии, а во-вторых, именно, в общем-то, клановостью, потому что там появляются уже такие феодальные моменты. То есть в Советском Союзе, ну, понятно, что там дети номенклатуры имели какую-то возможность там, ну, в общем, там жить лучше остальных, то есть, понятно, там заработать где-то за границей, но трудно было представить себе занятие постов, просто вот уже там крупных государственных постов. Все-таки Советская номенклатура, ну, она придерживалась определенных правил, сейчас начался полный беспредел, то есть это вот такое смыкание, такое-такое странное, такое мафиозное, уголовное, феодальное, то есть сословное, то есть, ну, это, скорее всего, отражает довольно эклектичное представление о том, как это управлять государством, как там сложилось голове у Путина, человека, мне кажется, в общем-то, не сильно образованного, и, в общем-то, разные модели, как бы, управления, вот они смешаны, но сегодня в России, они принесли, как говорится, ну, результат, который, в общем, который в состоянии поддерживать внутреннюю стабильность за счет, повторяю, тотального контроля, вовлечения в этот процесс экономический значительного числа людей. То есть, любая форма протеста, она достаточно легко гасится, в силу того, что все-таки у власти пока огромные, я боюсь сказать, неограниченные финансовые ресурсы, все-таки цены они достаточно высокие, и можно сегодня считать, что если посмотреть на общий, как бы, российский бюджет, золотовалютные запасы, на олигархические состояния, то Путин, в принципе, контролирует напрямую или, как бы, ну, обладает разной степенью контроля за какой-то фантастической суммой примерно в один триллион долларов, триллион долларов вообще. Я всегда говорю людям, что вот когда мы сейчас говорим миллиард, говорим триллион вообще, мы вообще-то довольно смутно себе представляем, что это такое, там, что такое 10-12 степени, там, триллион, что это такое, вообще, как бы, что такое 10-9 степени миллиард. И я, в общем, для себя, как говорится, вывел такую, как бы, формулу объяснения, что когда говоришь миллиард, это пустой звук. Я спрашиваю, что такое миллиард секунд, на самом деле, и когда люди слышат, что это почти 32 года, почти 32 года, то есть им становится вообще не по себе. Триллион это 32 тысячи лет почти. То есть надо понимать, это триллион секунд, то есть вот, то есть надо понимать масштаб вообще того обогащения, которое произошло при Путине у российской элиты. Кстати, напоминаю тем, кто говорит про 90-е годы, что к моменту воцарения Путина в России не было ни одного миллиардера в списке форусов. Ну, понятно, что были огромные состояния там уже, там, и тот же ЮКОС, и там, и другие олигархические структуры, они как бы шли вверх. Ну, цены на них были немножко другими. Тем не менее, все равно в списке Форумс не было ни одного миллиарда. Сегодня Россия занимает там плотно второе место после Соединенных Штатов. Впереди Китая даже, если верить официальной, как бы, статистике Форумс. И поэтому угроза системе может возникнуть только когда вот вот эта властная элита поймет, что, ну, как бы, банкет закончился. А он закончится, может, там, где, как бы, он продолжается. А банкет идет не в России. В России это способ обогащения. Это место, где можно... Колония. Это колония, естественно. И с их точки зрения, это, конечно, колония. Жили в других местах. Там, где у них дети, состояние все хранятся, там, яхты, дома. То есть, понятно, что именно там можно нанести и геополитическое поражение, даже больше, подорвать вообще, как бы, вот то внутреннее единство, которое сегодня спаивает вот эти олигархические кланы, которые группируются вокруг Путина. Именно поэтому Путин затрачивает такие огромные ресурсы на поддержание собственного имиджа. Причем это, опять, многоплановая игра. Мы должны всегда, в общем-то, понимать, что недооценка противника, в данном случае врага, она, в общем, всегда приводит к самым-самым негативным последствиям. Операция по развращению вот западного истеблишмента, политического, финансового, там, бизнес-сообщества проведена была блестяще. То есть, Путин довольно эффективно использует эти огромные ресурсы для того, чтобы укреплять свои позиции. Путинские лоббисты, путинские прямые агенты, пропагандистская машина работает, в общем, достаточно эффективно. И, ну, как я как человек живу сейчас на Западе, там, ну, в основном в Америке, но побывающий регулярно в Европе, я просто вижу, какого масштаба достигло разложение того, что мы привыкли назвать Западом раньше. Можно даже сказать, что понятие Запад, вот, коллективное, вот, как мы его использовали раньше, там, в советское время. Запад, ну, понятно, была еще Япония, Австралия, тем не менее, это все равно Запад, это вот система ценностей, это вот, это идеалы. Этого понятия больше нет, на самом деле, и это, в этом ничего скрывать, есть, конечно, огромная заслуга Путина. Понятно, что по окончании холодной войны Запад сам, в общем-то, потерял вот эту волю к такому, к борьбе, к риску, к тому, чтобы идти на какие-то там жертвы, то есть люди хотят просто комфорта, но Путин, в общем, этим воспользовался. И, с одной стороны, идет, как бы, вот эта постоянная, как бы, покупка разного рода, как бы, кластеров вот этого западного общества, а с другой стороны, очень эффективно используются вот эти островки еще, которые там теплятся в России, вот этой гражданского общества, вот, ну, там, правозащитных организаций или каких-то там политических структур для демонстрации того, что путинский режим является гибридным, а не диктатурой. Вот одна из проблем, с которой мы постоянно сталкиваемся, там, когда идет борьба за санкции, когда, когда это наша работа, в общем, направленная на то, чтобы ужесточить санкции, на то, чтобы конкретно там заняться там путинскими олигархами. Ну, на самом деле, эта информация-то на Западе о том, как они действуют, более чем достаточно. Сейчас вот последний низ скандал в Англии развернулся о том, что правительство Джонсона, до него правительство Терезы Мэй блокирует публикацию доклада, который указывает, в общем, на английской разведке о том, сколько русских денег задействовано было в Брекзите через купленных парламентариев и роль русских олигархов в этом. То есть, все это есть, но в ответ показывается, вот я вчера, как говорил на форуме у нас, о том, что попытка, в общем, скажем, там была заблокировать или выступить против возвращения России в ПАСЭ, наталкивается на демонстрацию там длинного списка российских правозащитных и иных там общественных организаций, поддерживающих это решение. То есть, находясь в эмиграции довольно сложно как бы там вести этот общественный диалог в Германии или во Франции или в Англии или в Америке, потому что политики, которые работают на путинские интересы, они очень эффективно используют вот эту форму поддержки, которую путинский режим им охотно предоставляет. – Ну вот вы уже сказали фактически об усталости Запада, а что с этим, собственно, делать? Ну вот есть, например, в Соединенных Штатах там непонятная многим политика Дональда Трампа. С одной стороны, есть позиция Конгресса. Вы не могли бы объяснить, собственно, на кого ориентироваться тогда? – Трамп в многом это результат комбинированной усталости Запада и умелому использованию этой усталости, не разочарования, а просто апатии, которую эффективно использовала Путина. Трамп – это результат во многом отступления, американского отступления при Обаме, который, исходя из своих идеологических установок, считал, что если Америка начнет отступать и сокращать свое влияние в мире, это приведет к процветанию. В итоге это привело к тому, о чем мы предупреждали, что вакуума не бывает геополитического. Ты уходишь, кто-то другой приходит. То, что Америка фактически вышла из ближневосточного конфликта, то есть сохраняется присутствие, но в многом номинальное, не означает… Ну, на самом деле, как говорится, американская роль резко сократилась. Это не означает, что там кончились войны, там стало хуже, потому что туда вошли активно Иран, Россия. Сохранение осада привело к резкому изменению баланса не только в регионе ближневосточном, но и в Европе, потому что подъем ультраправых в Европе организаций – это результат, в первую очередь, массового бегства сирийцев, которое вызвано было использование химического оружия под прикрытием Путина и ковром, бомбардировками российских самолетами с сирийских городов. Это также привело к тому, что Эрдоган, который в 2012-2013 году еще как бы глядел по сторонам и не знал, куда ему точно податься, он, конечно, последовал своим инстинктам, в общем, в нем диктаторские замашки всегда были, но если эта модель работает, то почему бы ее не использовать. И была упущена благоприятнейшая возможность сломать хребет путинской финансовой машине «Газпрому», обеспечив бесперебойные доставки катарского газа в Европу. АСАД – это был последним препятствием на пути этого трубопровода. И, конечно, тогда бы Эрдоган не вел бы себя так, как он повел сейчас. То есть мы могли бы сегодня уже иметь альтернативный источник газа в Европе и финансовых ресурсов для ведения своих войн и ужесточения диктатуры России у Путина уже не было бы. Ну «Газпром» остался бы одним из поставщиков Европы. Американцы эту возможность упустили. Опять Обама пытался, в общем-то, как бы минимизировать американское вмешательство, чтобы не выглядеть как Буш. Но итогом стало не то, что как бы он добился улучшения отношений с Россией, а то, что Путин воспринял это как слабость, справедливо, и решил, что ему вообще пора выбирать собственного президента. В июле 2016 года Обама имел всю информацию о российском вмешательстве выбора. И снова ничего не захотел делать. Ему захотелось уйти как бы в белых перчатках, чтобы, в общем-то, не испортить представление о нём, как о миротворце. И он считал, что Хиллари Клиттон всё равно выиграет. И, в общем, ему можно ничего по этому поводу не делать. Но, в принципе, информация была. И, в общем, об этом говорили на телевидении тот, скажем, конгрессмен Адам Шиф. Тогда он был как бы в оппозиции демократ, сегодня возглавающий комитет по разведке и ведущий по существу главные слушания по импичменту. В сентябре месяце буквально не плакал на американском телевидении, говоря о том, что надо что-то делать. Потому что вся информация, как говорится, уже в тот момент о том, как используются российские производители фейк-ньюс, фейковых новостей, российские фабрики троллей, как они эффективно используются в Америке. То есть, в принципе, довольно понятно, как работала эта модель, когда, в принципе, штаб трамповский и трамповский штаб поставлял через посредников российским спецслужбам информацию о ключевых точках, куда надо направить основные усилия. И та активная работа по обработке американского общественного мнения велась именно в тех штатах, в которых, в общем-то, каждый голос был на визу. Напоминаю, может быть, многие из слушателей наших не знают, что, в общем-то, Трамп выиграл выборы, набрав почти на три миллиона голосов меньше, чем Хилл Гри Клинтон, за счет, ну, американской системы, которая по штатам идет. И в трех ключевых штатах, где он победил, там разница была меньше, чем 80 тысяч голосов. Там счет буквально шел на тысячи голосов. И совершенно очевидно, что российское участие в этом сыграло решающую роль. Вот здесь вот меня вот, честно говоря, интеллектуально просто угнетает вот этот спор, а вот было ли это на самом деле решающе? Конечно, было. Если мы говорим про сотни миллионов, как бы, вот этих просмотров вот всего этого и 80 тысяч голосов, понятно, что статистически это сыграло важнейшую роль. То есть сегодня в Америке ситуация, конечно, критическая, потому что Трамп является просто серьезнейшей угрозой вообще американской демократии, как она существовала уже больше двухсот лет, потому что он откровенно как бы разрушает вообще вот систему, институциональную систему демократическую. Но беда еще в том, что реакция на Трампа вызвала к жизни мощным, да дала мощный импульс с сильным, как бы, практически социалистическим элементом демократической партии. И существует на сегодня день определенная опасность, что американцы придутся выбирать между сенатором из Массачусетса, там, Элизабет Уоррен с откровенной социалистической программой и Трампом. И это, кстати, единственный шанс Трампа уцелеть, если, конечно, он переживет импичмент. Я сказал, что такая возможность существует. Но, мне кажется, американская политическая система начинает сейчас как отыгрывать назад. То есть выдвижение Блумберга и вообще, мне кажется, общий настрой меняется. Потому что довольно очевидно, что ситуация зашла очень далеко. И то, что сейчас, именно сейчас в Англии начался этот скандал, то, что правительство Джонсона вынуждено сейчас, в общем-то, пойти на публикацию доклада, то, что СНН сейчас уже в первый раз буквально совершил такой наезд на немецкое правительство, которое уже третий месяц не хочет расследовать убийство бывшего чеченского полевого командира, который убили средь бела дня в Берлине просто. И это расследование просто зашло, даже не в тупик. Его просто не хотят вести нормально, понимая, куда приведут следы заказчиков. То, что, в общем-то, история с самолетом, с MH17 пока висит в воздухе. То есть Запад дошел до момента, когда становится очевидно, дальнейшее попустительство путинской агрессии, оно будет приводить к улучшению ситуации. Ни о каком разрядке речи быть не может, потому что диктатор не спрашивает никогда, почему. Вопрос, почему бы и нет. И, мне кажется, многие понимают, что там действия Трампа в Сирии, кстати, неплохо вспомнить, какого числа Трамп объявил о выводе американских войск, что практически дало возможность Путину, там, по режиму осада и Путину установить контроль, как бы договориться с Эрдоганом о разделе зон влияния. Это было в день рождения Путина, 7 октября. 6 октября он говорил с Эрдоганом, а седьмого в этом объявил. Опять, совпадения. Но таких совпадений у нас уже столько, что можно из них выстраивать целую систему. И мне кажется, что вот сейчас вполне может начаться обратная реакция, потому что Путина стало слишком много. И если, как говорится, там, он добьется очередного успеха, там, Трампа переизберут, и они исключают, что как бы не должны, сильнее можно сказать, почти наверняка Трамп проделает ту же операцию с НАТО, просто не выходя из НАТО, просто начнет выводить американские войска из Европы. То есть, в принципе, оставив, те же Балтийские государства, вот, на произвол судьбы. То есть, очевидно, что цель Путина, как бы, разрушение институтов международных, которые после Второй мировой войны, там, создавались для того, чтобы предотвратить, ну, вот, ту катастрофу, которую человечество пережило. То есть, там, игра по правилам, нельзя переходить чужую границу, вот, как бы, нам надо решать все, как говорится, там, компромиссами. То есть, Европа устала столетий войн, и последняя война, Вторая мировая война, как бы, убедила, что надо играть по другим правилам. Путин возвращает все, как бы, вот, стрелки часов идут назад. И мне кажется, что, вот, вот, наступает момент, когда при всем нежелании воевать, бороться, для, вот, евроатлантийской цивилизации наступил момент истины. А что может произойти на украинском пуле, где сменилась власть, есть новый президент Зеленский, который предлагает какие-то компромиссы к Кремлю, и, с другой стороны, явно есть давление, ну, например, со стороны Франции на ту же Украину с тем, чтобы быть помягче в Донецком, Донбасском вот этом кризисе? Ну, я не хочу, как говорится, говорить за украинскую власть, это новая власть. Очевидно, что существуют серьезные риски, вообще, вот этого, в этом переговорном процессе. Я не знаю, как далеко они готовы зайти, в общем-то, в этих уступках Путину. Но также понятно, что есть мощнейшее давление со стороны Франции и Германии, при том, что роль Америки сегодня в этом процессе, там, сведена к минимуму, точнее, сегодня украинская тема для Америки актуальна в плане импичмента, то есть, как бы, для нового украинского, там, правительства, для нового президента украинского, там, ситуация, там, крайне непростая. Но я бы не забывал еще про тот фактор, как украинское общество. В отличие от России, это украинское общество, я думаю, не готово будет принять капитулянские планы, если, 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 если такого имеются, если, скажем, к этому сильно будет подталкивать Украину и европейские державы, как Франция, Франция и Германия. Поэтому ситуация, опять, там, абсолютно не очевидная. И если, если Украине удастся, как бы, пережить, мне кажется, этот самый опасный момент ближайший год до выборов американских, потому что я все-таки думаю, что в 2020 году Трампа не станет. То есть, как бы, мне кажется, вероятность большая, что проблема Трампа все-таки будет решаться. А новая американская администрация, как только там не будет Трампа, его позиция резко изменится. И, на самом деле, опять, вот эта сила Путина – это миф. Точнее, эта сила базируется на слабости Запада. Запад намного сильнее экономически и даже в военном плане. Но уж он не… Почему он не применяется? А это никак. Это вопрос политической воли. На самом деле, применение любой силы – это результат политической воли и готовности общества идти на какой-то уровень конфронтации. Западное общество сегодня вообще не готово к конфронтации. То есть, годы после Холодной войны просто развратили западное общество. Ну, развратили в каком плане? Ну, слишком комфортабельная жизнь. До сих пора нет понимания того, что путинский режим представляет серьезнейшую угрозу. Вот, Игорь Яковенко есть говорит о том, что, может быть, самую серьезную историю, самую серьезную угрозу за всю историю для западной цивилизации именно потому, что он действует изнутри. Это не прямая военная агрессия. То есть, слова о ядерном оружии – это не шутка, не блин? Я бы сказал, что проблема не в том, что Путин готов блефовать используя ядерное оружие, что само по себе уже, конечно, переводит историю совершенно в другое русло. В 1962 год? В 1962 год все-таки было понимание, что нельзя допускать ядерную войну. Это было противостояние двух систем, и это вопрос был идеологического доминирования. То есть, мы должны удержать Кубу были. То есть, там все равно было ясно, что какой-то компромисс будет достигнут. И он был достигнут. А здесь речь идет про отморозков, которые, в общем-то, готовы использовать вот саму идею как бы вот ядерной войны, как просто способ достижения цели. То есть, такого никогда раньше не было. Но кроме того, сегодня подрывная война ведется там гораздо более эффективно именно вот используя новых технологий, что является тоже такой новинкой технологий, которые придуманы и внедрены на Западе. То есть, ну, западные цивилизации. Они сегодня эффективно используются для подрыва самих основ свободного мира. При том, что ответить Запад-то может, на самом деле. Потому что все эти рассказы про интернет российский суверенный, то есть, было бы желание, ответили бы так, что просто ничего, как раз, мало не показалось. Но для этого требуется, как бы, ну, принять серьезнейшие политические решения, потому что сегодня инфильтрация вот-вот и западного, как бы, финансового сообщества и вообще вот всех этих, вся глобализация экономическая, они же вплили в ткань мирового сообщества очень много, как бы, элементов из недемократического мира. Такого раньше не было. Вот это переплетение, на самом деле, оно привело не как ожидал западный мир к либерализации там, России и Китая, а наоборот, к коррумпированию западных структур. И вот надо просто, нужно осмыслить эту ситуацию. Она принципиально иная. Это другая форма противостояния. Запад знал, что есть берлинская стена, как бы, вот-вот, и вот она делит, как бы, мир на две части. А здесь сегодня уже нет такого деления. И, как вот не парадоксально, это создает проблему восприятия. То есть, нет образа врага традиционного. И поэтому там западный обыватель, он не понимает, откуда исходят угрозы. При том, что там большинство, скажем, англичан, понятно, уже явное большинство против Брекзита. Но пока, я думаю, что малая толика из них понимает, понимала о том, какую роль сыграла Россия. Сейчас, скорее всего, это станет более очевидным после публикации доклада. Я думаю, вот эти вещи будут постепенно, как бы, прояснять сознание вот западного обывателя, который голосует и который, в общем-то, влияет на западных политиков. И ситуация начнет сдвигаться. Как скоро? Не могу сказать. Но опять, все-таки многое зависит от Америки. Роль Америки как лидера свободного мира никто не отменял. И уход Америки означает не… Из Европы, да? Ну, из Европы вообще, из мировых проблем, означает всего-навсего то, что там Китай, там Путинская Россия, там Иран, они просто укрепляют свои позиции. Потому что заполнение этого создающегося вакуума идет просто автоматически. Так вот устроен мир. И поэтому, в общем-то, я думаю, западу придется в ближайшие годы вырабатывать долгосрочную стратегическую линию на как бы возрождение собственной лидирующей роли в политических процессах в мире. Игорь Кимович, есть ли у нас примеры, собственно, поражений путинизма или это сплошное триумфальное шествие по миру, по Европе? Ну, и по России, конечно, тоже. Может быть, Украина, я не знаю. Ну, в принципе, конечно, можно говорить о том, что путинский план по Украине провалился. Потому что совершенно очевидно, исходя из того, о чем говорил Путин и о том, о чем там верещала российская пропаганда в 2014 году, Крымом дело не должно было ограничиваться. И, в общем, не кусочком, в общем, Донбасса, ну там, двумя третями Донбасса или сколько там, я не знаю, какой процент территории был захвачен. Вот. Это была только прелюдия к тому, чтобы, по существу, ликвидировать украинскую государственность. И речь шла, если мы вспомним карту Новороссии, которую там показывали российские телеканалы, туда включено, по-моему, было 10 регионов Украины, и просто прямая линия от Луганска до Приднестровья. То есть, как бы, вот, юго-восток Украины должен был стать новым государственным образованием под тотальным российским контролем. Сопротивление Украины, оно эти планы сломало. То есть, мы еще раз видим, сопротивление ломает планы диктатора. Вот, вернемся там, в 1939-1940 год. Финляндию же тоже отдали Сталину. Но героическое сопротивление финансов сломало планы. Да, Сталин откусил кусок территории там какой-то, но все равно, как бы, Финляндия сохранила государственность. Балтийские государства, ну, видимо, не могли бороться, но, тем не менее, как бы, факт, что, в общем, капитуляции не только не спас их. А, в общем, на самом деле, если посмотреть на количество жертв, на жертв репрессий сталинских в Эстонии, Латвии, Литве, то они, конечно, несопоставимы с теми потерями, которых принесла Финляндия в зимней войне 1939-1940 года. То есть, всегда понятно, сопротивление дает гораздо больше шансов восстановить диктатора. Попытка, как бы, умиротворить его и там сдаться, она приводит к гораздо худшим последствиям. К сожалению, в общем-то, примеров там, как бы, вот, остановки Путина пока немного. Вот. Украина, пожалуй, единственный пример, когда, в общем-то, его планы четко, ну, очевидно, провалились. Но, в целом, есть все-таки разные еще ситуации, когда, в общем, ну, планы Путина тоже не реализовывались. Скорее всего, я думаю, мы пока все информации, как бы, ну, не знаем, но в 2008 году Путин, конечно, хотел больше решить грузинскую проблему раз навсегда. И, видимо, все-таки уходящая администрация Буша его остановила. То есть, как бы, можно предположить, что, в общем-то, опять Путин не хотел ограничиваться там, только приобретением Южной Осетии, там, и маленьким кусочком грузинской территории. Но так общий, общий, как бы, пейзаж пока, пока, естественно, выглядит достаточно мрачно, потому что Путин по-прежнему власти, и пока его, как бы, финансовые ресурсы, они, в общем, они не, как бы, ну, они не то чтобы неисчерпаемы, но по-прежнему значительны. Но, с другой стороны, я вижу, как бы, уже потенциал, как бы, того, чтобы все это обвалилось достаточно быстро, потому что информация-то собрана вся. То есть, количество информации в руках западных спецслужб, доступных западным правительствам, более чем достаточно, чтобы принять необходимые меры. Вопрос в изменении общественного сознания и в появлении политической воли. Поэтому обвал путинизма, вот это триумфальное шествие, может закончиться гораздо быстрее, чем закончилось триумфальное шествие нацистов просто. Потому что, когда ты начинаешь воевать, как бы, с остальным миром, подвергая, как бы, угрозе его, как бы, ну, основы его существования, то ответ свободного мира бывает всегда сокрушительным. Говорят, что проблема транзита все-таки может подорвать путинский режим. 24-й год не за горами. Нужно принимать какие-то решения, то ли конституцию менять, то ли, там, я не знаю, наследника назначать, то ли, там, казахский вариант придумывать, то ли белорусский какой-то. Что вы думаете об этой ситуации? Собственно, стоит ли играть, например, в те же выборы в Госдуму с тем, чтобы, ну, там была хоть какая-то оппозиция, там, Единой России и Путину? Никакой Госдумы, никакой оппозиции не будет. Значит, вот эта вся история про транзит, это, на самом деле, очередная обманка власти для того, чтобы создать представление о том, что в России происходят какие-то демократические процессы. Значит, все те, кто вам говорят о том, что, там, транзит может как-то подорвать основу путинского режима, лгут. Большинство из них лжет сознательно. Какие-то, понятно, по наивности. Но большинство лжет сознательно, потому что это способ сохраниться вот в этом политическом пространстве, которое полностью контролируется сегодня путинским режимом. Никаких проблем никогда у диктатора с тем, чтобы продлить свои полномочия не было. Угрозы власти исходят не потому, что кто-то придет на выборы, не придет, появится какая-то фракция в парламенте, ничего не появится. Все, что надо подконтролировать, проконтролировать. В Москве уже показали, что снимут кого угодно, когда угодно. Их вообще не интересует никакое общественное мнение здесь, на Западе. Проблемы путинского режима, как Кащеева смерть, находятся в другом месте. Надо будет аннексировать Белоруссию. То есть придумать, как изменить конституцию, сохранить Путину власти, можно по-разному. Есть и казахские варианты. Это их проблема. Нас она не должна волновать. Еще раз повторяю, все, кто будут говорить о том, что приближается момент, который позволит нам. Это мы слышали в 2008 году. Никакого окна возможности. Это мы проходили в 2008 году. Хватит уже повторять одну и ту же ошибку, наступать на те же самые грабли. Это обман. Это попытка слить протест. Это попытка заставить нас играть в игру по путинскому календарю. У диктаторов не бывает календаря выборов. Это мы знаем, что Трамп должен выбираться, хочет он, не хочет. А в ноябре 2020 года у него будут выборы. И если он их проиграет, в январе 2021 года он уходит. Вот это мы знаем просто. Что бы Трамп ни говорил, есть американские законы, по которым это будет происходить. В России нет. Этот календарь работает, пока он устраивает Путина. Власть Путина закончится не на выборах. Об этом Объединенный гражданский фронт писал в 2006 году. И это сегодня просто надо заучить всем, кто продолжает повторять ту же самую мантру о том, что все-таки участием в этой политической мимикрии, в этом выборном балагане мы сможем как-то изменить баланс. Тогда как играть все-таки? Последний вопрос. Если у вас нет хороших ходов, не означает, что надо делать плохие ходы. Значит, надо прекратить играть в те игры, которые навязывает режим. А если сегодня у вас нет возможности на это повлиять, не надо ему помогать. Потому что сегодня участие в общественной политической жизни, контролируемой Путиным, помогает режиму выживать и помогает удерживать рубеж обороны там, где по-настоящему существует угроза. А именно на Западном фронте. Вот нам надо изменить ситуацию, когда на Западном фронте все без перемен. В эфире программа «Радио Свобода» лицом к событию микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником в Вильнюсе был сооснователь форума «Свободной России», чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. А теперь время для традиционного опроса «Радио Свобода», который на улицах Москвы провел Артур Давлетшин. Кому из критиков власти вы доверяете? Шандеровичу, потом Екатерине Шульману, потому что мне нравится творчество Виктора Анатольевича, потому что очень многие люди, поэты, художники и вообще достойные люди им доверяют. Всем партиям, которые у нас действуют, а те люди, которые находятся за пределами Российской Федерации, я бы им не очень доверял. Ну, во-первых, наверное, Алексею Навальному. Убедительно говорит, а так, ну, Явлинскому. Любовь Соболь, да, иногда слышу, иногда, то есть Яшина. Ну, Навальному доверяю, потому что он самый популярный, и к нему много людей прислушиваются. Я, наверное, как бы за обществом. Объективных критиков нету. Я очень сильно фильтрую то, что слышу, и поэтому такого безусловного доверия, наверное, нету никому. Ну, обычно, если есть какой-то инфоповод, я смотрю несколько источников. Мне очень нравятся публицисты Низоров, Латынина. Ну, естественно, здесь так в более шуточном варианте, да, они освещают события. Да, в общем-то, я с ними как-то не общаюсь и смотрю. Навальный, но Навальный уже себя исчерпал, по-моему. В каком-то смысле никому, но я могу сказать, кому я меньше не доверяю. Это все-таки Навальный. Во-первых, человек, который способен, способен вывести на улицу совсем молодых людей и опереться на то поколение, которое всегда мне казалось очень далеким от всякой политики, это говорит в его пользу. Все врут. Понятно, да? Что власти, что критики власти. Врут все. Поэтому опираюсь только на себя, на свой жизненный опыт. Вы слушали программу «Радио Свобода» лицом к событию. С политиком Гарри Каспаровым беседовал автор и ведущий передачи Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова